шалом всем слава богу приветствую всех и сегодня продолжение праздника преображение и в этом празднике вот так получается несколько дней подряд даже неделю целых восемь дней подряд в общем-то продолжаем вспоминать события именно из одной из таких самых впечатляющих наверное зрелищных событий из жизни земной иисуса христа вот и в общем то не просто даже эти сабы это события преображением на горе это намного больше будем то говорить даже чем просто одно из событий дело в том что там на горе иисус он преобразился перед своими учениками накануне он сказал что есть среди вас некоторых что не впустит смерти как уже увидят царство божие пришедший в силе как уже увидят вот это царство божье удивительно конечно история он избрал трех из всех своих учеников из из всех слушателей избрал троих и вот эти трое петр и анна яков они были там на горе петр об этом пишет сегодня читал кстати значит зачитывал этот фрагмент сегодня и как раз говорил что вот так и так что значит петр в своем соборном послании он как раз и утверждает что вот там на горе от велелепный такой славы принесся глаз который говорил что сесть ты сын мой возлюбленный в котором мое благоволение и в общем то это действительно петр констатирует что именно от такой велелепный славы знаете это славянское слово которое сейчас не употребляется ну наверное только лишь многие из вас помнят наверное иван васильич меня профессию помните комедию внутрь классика советской классика люблю обожаю вообще эти старые комедии часто их пересматривают там помните иван васильич вышел там на балкон там смотрит на москву будет ох лепота какая помните лепота вот лепота славянское слово сейчас она неупотребляемая но понятно что этого лепота это как beautiful как великолепно прекрасно насчет восторженное такое будем так говорить утверждение вот но еще интересно что интереснее то что есть другое слово славянская и еще менее известная это велелепата это вело и лепота это как бы лепота ли потейшей кир что же можно так выразиться если может так выразиться то есть это действительно красота самая-самая-самая-великая красота и вот это по отношению к Богу. В славянской Библии мне очень нравится славянский язык, хотя он мертвый язык, конечно, я как священнослужитель православный, я всегда и реформатор, и обновленец, я всегда выступаю за служение на понятном русском языке, украинском, на белорусском, неважно на каком, но чтобы было понятно простому человеку, всем людям было понятно. И, значит, ну вот этот славянский текст очень красив, и вот там есть такое выражение, вели лепоту обличесся, по отношению к Богу такое выражение, очень красивое. И вот вели лепота, и вот вели лепоту обличесся, то есть Бог облекается как бы в эту вели лепоту, в эту велию лепоту, будем так говорить. Вот, но это мертвые слова такие, как бы, с одной стороны, но с другой стороны они очень передают так, емко очень славянский, передают вот эту, знаете ли, всю суть происходящего, будем договорить, передает вот эту всю торжественность, как бы, вот события и вот этого факта, что Бог облекается в эту велию лепоту. Так что от этой велелепной славы принесся глаз. В православии у нас очень часто принято говорить о таком фаворском свете, как мы говорим еще. Многие отцы церкви об этом рассуждали, написаны многие работы об этом богословские, практически многие отцы церкви об этом даже это демонстрировали, как бы, значит, и в своей судьбе, стяжая Духа Святого, значит, они вот действительно рассуждали о, значит, фаворском свете, божественном свете, энергии божественной, озаряющей верующего человека. Прекрасная природа, прекрасная вот красота земная, да, это, будем так говорить, это то, что, как бы, отблеск вот той былой славы, вот сзади меня, видите, такие прекрасные деревья, да, значит, там горы, красивые деревья, все прекрасно, да, но это лишь отблеск той некогда былой славы, величия, вот той лепоты, будем так говорить, значит, а велелепота, это уже божественная, еще больше вот эта слава. Так что, вот рассуждая эти дни, эту неделю до самого отдания праздника, до 26 числа августа включительно, отдание праздника преображения Господня, вот во все эти дни праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, рассуждаем об этой велелепоте, об этом благолепии Божьем, славе Божьей, которая открывается верующему сердцу, любящему сердцу, потому что любовь действительно, это Бог, Бог есть любовь, и именно любовь открывает, любящему сердцу открывается, это велелепота, это красота. Так что, вкушаем благость Богу, Бога, и никто не благ, а только лишь Господь Бог наш. Благоставляю всех вас во имя Господня, наслаждаюсь этими красотами природы, конечно, это осколки былого величия, того, что было некогда садом, эдемским, райским садом, но, однако же, и до сих пор, даже после грехопадения, даже после всех этих проблем в окружающем нас мире, в этой природе, можно разглядеть следы былого величия и красоты, велелепной этой, лепоты этой. Пусть Бог благоставит всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас в преображении Господня. 20-е сегодня августа 2017 года. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киргская архиепископия. Шалом. Мир всем. Мир Божий. От велелепной славы. Мир. Мир.